Столетию та СССР посвящается. Ленинскому исполнилось 60 лет. Во Дворце культуры имени Ленина составился праздничный вечер, посвященный этому событию. Территориальная революция в городе Казани. 5 декабря, согласно постановлению Верховного Совета Республики Татарстан, с карты города исчезают сразу два района – Ленинский и Бауманский. Это сделано для улучшения административно-ферриториального деления столицы республики. Однако местные коммунисты усматривают в этом политическую подоплеку. С карты города исчезают районы, носящие именно самых пламенных революционеров – Ленина и Баумана. Против такого решения резко выступает избирательный блок равноправия и законность и круглый стол политических сил Татарстана. Среди аргументов доминирует непомерность расходов на такую перекройку и усугубление положения трущобников. Многих казанцев волнует проблема изменения административно-территориального деления нашего города. Предлагаем вашему вниманию мнение юриста. Высказывается мнение, что это решение было не совсем законным, скажем так. Ваши комментарии как юриста? Я должен сказать, что постановление Президиума Верховного Совета нашей Республики по данному вопросу полностью соответствует действующему законодательству и в полной мере основано на Конституции Республики Татарстан. Обработаны результаты испытаний советского моста. На их основе сделано два вывода. Во-первых, произошло резкое ухудшение состояния моста в 3-6 раз по контролируемым параметрам. И, во-вторых, существующая система наблюдения не способна своевременно предупредить о возможной катастрофе. Советский мост вновь в центре внимания. Состояние балок А и Д, сначала вызвавших наименьшие опасения, в настолько критическом состоянии, что вновь вставал вопрос о закрытии моста. Пока закрыли лишь трамвайные движения. Именно вибрация трамвая оказала самое пагубное воздействие на балки. Мост через Казанку в народе, прозванный советским, соединяет советский район столицы республики с новостройками прибрежных кварталов в районе Троицкого леса. Проблема начинается еще в 93-м. Из-за высоких нагрузок и движения трамваев мостовые опоры начинают трескаться. Возникает реальная угроза обрушения. Добавлю, что недели три назад в Корее обрушился мост, сходный с нашим по конструкции. Погибло более 300 человек. Власти пытаются предотвратить надвигающуюся катастрофу, закрыв трамвайное движение по мосту. На какое-то время состояние мостовых опор улучшается. Однако вскоре становится ясно. Для дальнейшей полноценной эксплуатации мост не годится. Рядом спешно начинают строить новый мост. Его назовут обводным. Старый используется в качестве пешеходного перехода. Уже в наши дни, во время подготовки к универсиаде и строительства нового футбольного стадиона на берегу Казанки, по старому советскому мосту снова временно пустят транспортный поток, идущий с компрессорного завода Дербышек и Горок. Вчера в Министерстве охраны природы и окружающей среды обсуждалась проблема усыхания Лебяжьего озера. Малое и большое, сухое и светлое озера, известные как система озер Лебяжья. Историческое место отдыха казанцев на грани гибели. Уровень воды катастрофически падает. Главное из озер Малое Лебяжье пытаются поддерживать за счет искусственной подпитки водой, но помогает мало. Летом Лебяжье сильно мелеет и становится непригодным для водных развлечений. Проблема спасения Лебяжьего растянется на десятилетия. И лишь в 2009 году казанские геологи совместно с властями города найдут выход. Озеро станут наполнять водой из двух старых заброшенных артезианских скважин с помощью специально установленной насосной станции. Конфликт между коллективом и директором Казанской государственной филармонии Сафином принимает рагический оборот. Скандал в благородном семействе. В 1994 году директор Татарской государственной филармонии Асхат Сафин устраивает капитальную чистку творческих кадров. За несколько месяцев уволены примерно два десятка сотрудников. Артистов заслуженных и известных, но капризной публикой не востребованных. В условиях сокращения государственного финансирования логика руководства филармонии железна. Если Ханиев Архий и Салават собирают полные залы на свои концерты, значит это ценные артисты. Остальные могут либо уйти на покой, либо поменять профессию. Вновь поразил казанскую общественность директор государственной филармонии имени Тукая Сафин. На этот раз он уволил известного музыканта Леонида Солнца. И короче говоря, меня уволили по статье 33 экзот в 21 апреля, как злостного прогульщика, зато пущенный прогул без вложительной причины. Дирекция филармонии, уволившая 11 ведущих артистов, предупредила об увольнении с 1 марта еще троих. Среди выгоняемых заслуженной артисткой республики, концертмейстер Гульфия Хабибулина. В ноябре в Казанском цирке «Давка» и «Аншлаг» со своей программой «Измена» в город приезжает самая популярная на тот момент певица российской эстрады Таня Буланова. Солистка питерской группы «Летний сад» известна тем, что на каждом концерте плачет по-настоящему, исполняя свои жалостливые музыкальные боевики про несчастную любовь. Только ты, как жаль, карта. Вместе с ней плачет и добрая часть зрительного зала, преимущественно дамы бальзаковского возраста. «Будет черная машина, где свадь-то вина?» «Бляши женщины, мужчины, только я совсем...» До приезда в наш город мексиканская актриса Виктория Руфо, исполнившая главную роль в сериале «Просто Мария», остаются считанные дни. Студия и кинопрограмм телерадиокомпания «Останкино» представляет Викторию Руфо в мексиканском телевизионном сериале «Просто Мария». Исполнительница роли ткачихи Марии Лопес в мексиканском сериале «Просто Мария», так же, как и рабыня Изаура Луселия Сантос и дикая роза Вероника Кастро, невероятно популярны в России. В Казани она оказывается по приглашению некоего Наиля Сулейманова, председателя им же организованной Ассоциации внешнеэкономических и культурных связей. Гости устраивают царский прием. Госпожу Руфо лично принимает президент Шаймиев. Производственное объединение «Мелита» преподносит ей дорогую шубу. А женщины, в одиночестве воспитывающие детей, создают партию Марии Лопес. Девочки из Лика поднесли не то чак-чак, не то что-то еще мы не видели. Снимать нам запретила Ассоциация внешнеэкономических и культурных связей республики. Погостив в Казани несколько дней, мексиканская теледива уехала. А вот дальнейшая карьера председателя Ассоциации внешнеэкономических связей и борца с журналистами Сулейманова не сложилась. После Виктории Руфо тот растрезвонил, что собирается пригласить в республику Жан-Клода Ван Дамма. Однако в 2001 году угодил за решетку на 8 лет за кражу сахарного песка и ржи в Буинском районе Татарстана. Я всегда честно и открыто высказывал свои взгляды. 13 марта мы выбираем депутатов в Государственную Думу. Впрочем, в те лихие времена депутатская корочка вовсе не гарантирует безопасности ее обладателю. В течение года сразу три депутата подвергаются избиению. Инцидент, происшедший 4 мая в Москве, с народным депутатом Госдумы от Татарстана Олегом Морозовым вызвал массу противоречивых пересудов в прессе и парламентских кругах. Депутат Госдумы Морозов получает удар в лицо рукояткой пистолета. Результат – разборок с братвой на станции техосмотра в Москве. Этот субъект указал на мою машину, говорит, чья машина? Чья моя? Убирай отсюда, я поставлю свою. Я говорю, сейчас моя очередь. После чего выхватывается пистолет и вот в область переносится, он меня ударил. Лидера избирательного блока равноправия и законность Ивана Грачева забрасывают камнями националы в набережных Челнах. Люди пытались там придушить меня, то есть, откровенно говоря, убить. Больше всего достаются депутаты городского совета Казани Игорю Котову. Неизвестные избивают и грабят его в двух шагах от подъезда родного дома. Двое молодых людей догнали меня и ничего не объясняя, приступили к делу. Наши учителя, врачи, бюджетники, сфера бюджета, не получали заработную плату. Часть немного, февраль, март, апрель, а уже май кончился. И вот поручение было президентом Митиме Шариповича, немедленно надо решить найти источники. Экономическую ситуацию того периода очевидцы называют архи сложной и нестабильной. Трудные времена переживают практически все предприятия республики. На одной из казанских швейных фабрик зарплату трудящимся выдают трусами. Народ бастует и идет на отчаянные шаги. 35-летняя рабочая 40-го завода Ольга Иванова, узнав, что она и ее дочь останутся без денег перед Новым годом, пыталась повеситься на рабочем месте. Вот в этот раз кауша стала давиться, вот тогда даже сапоги нечего было купить. Вот получила, пошла, купила ребенку сапоги. Сапоги, варежки. Ну что, я опять вот продукты купила и опять вот буду декабрьскую ждать зарплату. Вот не знаю даже, как это жить. К счастью, Ольгу спасли, отправили в больницу. Начальство приехало к ней в гости, выдало зарплату и немудроство и лукаво посоветовало в следующий раз вешаться дома. Прожиточный минимум в 1994-м, как и минимальная зарплата в Татарстане, составляет 30 тысяч рублей. Именно столько стоит билет в купе от Казани до Москвы на поезде «Татарстан». Особенно тяжелое положение на предприятиях оборонного комплекса и легкой промышленности. Первой жертвой новых условий становится Казанский льнокомбинат. 27 октября производство остановлено. Завод объявляют банкротом. Мы собрались не для того, чтобы заблаговременно выпустить пар и оставить все как есть. Организоваться в единой силе борьбы и готовы на коллективную голодовку, если не будут выполнены требования коллектива. Мы, как ивановские скачи, готовы лечь на лекции. Учитывая серьезность ситуации, правительство создает осенью 1994-го специальное агентство по несостоятельности и банкротству. Под руководством Зенура Латыпова. Стремясь пополнить городскую казну, Госкомитет по имуществу проводит еженедельные торги, избавляясь от недвижимости. В частные руки продают все. От квартир до ресторанов и магазинов. Кстати, владельцы недвижимости, изучив татарстанский рынок, пришли к выводу, что продав трехкомнатную квартиру в Казани и обменяв рубли на доллары, можно купить приличный коттедж в пригороде Лондона. Об этом доме скоро будут знать в Америке. Так пообещал Василий Аксенов, который в этом доме жил, а потом благополучно под званием диссидент покинул эту благословенную страну. Аксенову повезло, у него талант и кровь для него найдется везде. Хоть в Нью-Йорке, хоть в Риме. А что же делать нашим простым казанцам, у которых надежды ноль? Между тем, в Казани все острее становится проблема трущоб. Разваливаются рабочие бараки на городских окраинах. Гниют двухсотлетние развалюхи в историческом центре. Две самые знаменитые жилые городские трущобы расположены по соседству. Дом писателя Аксенова на улице Карла Маркса и дом купца Кекина на улице Горького. Дом Кекина – это один из тех исторических памятников, которым казанцы могут гордиться по праву. Он прекрасно выглядит снаружи. Я вам предлагаю заглянуть внутрь. Когда ходишь по коридорам, преследует одна мысль. Что сказал бы господин Кекин, глядя на то, что осталось от его дома? Превратился он в настоящие друщобы, где постоянно протекают трубы, по коридорам снуют крысы, а общие туалеты находятся в ужасном состоянии. Местный туалет стал достопримечательностью иностранных туристов, которые любопытными туристскими глазами заглядывают посмотреть, как живут бытует аборигены, вкусив высоких эмоций в близлежащем музее ИЗО. Александровский пассаж через три года будет полностью восстановлен. На его реконструкцию еще в 1993 году администрация города выделила 2,5 миллиона долларов. После неудачных попыток возрождения памятника архитектуры казанскими реставраторами, за работу взяли специалисты турецкой фирмы Минцель. Право на реставрацию и реконструкцию пассажа они оспаривали в конкурсе на лучший проект с четырьмя престижными строительными фирмами. Одна из трудностей, возникшая при начале работ, это провалы из окарстовых пород в северной части здания. Здесь башня полностью будет перестраиваться, но ее первоначальный внешний облик сохранится.